Собака бывает кусачей. С приходом весны обострилась ситуация с беспризорными животными, набрасывающимися на прохожих. По данным городской ветеринарной службы, с начала этого года от укусов бродячих псов пострадало 130 человек. В нашу редакцию обращаются жители, которым собаки доставляют большие неудобства. Как уберечься от бродячих животных, расскажет Алина Акбаева. Караганинцы жалуются на нападение бездомных собак. По всей области насчитывается порядка 15 тысяч бродячих животных. С начала этого года городская ветеринарная служба усыпила 647 собак и 94 кошки. Бродячих собаки в основном сейчас люди звонят, да, укус. Когда укус, когда коснулось, они начинают. Но я вам скажу, это одна беда. Другая беда в чем распространение болезни. Собаки являются проводниками болезни, имейте в виду. Они, во-первых, инфекционные, в основном, бешенство, укус собак. Сразу травмпункты звонят нам. Мы, наши люди, выезжают, 10 дней наблюдения проводят, потом только дают заключение. В этом году в городской ветеринарной станции был выделен бюджет 6 миллионов тенге. Сотрудники занимаются не только отловом, но и прививанием, кастрацией и стерилизацией животных. Люди, чтобы не думали, что мы по собственной ассоциативе, это по просьбе населения, по просьбе поручения Акимата города Караганды отстреливаем бездомных собак. Полина Ли – защитница животных. Девушка помогает пристраивать бездомных животных в добрые руки. Полина уверена, эту проблему нужно решать гуманными способами. К примеру, открывать специальные приюты. У нее уже у самой две кошки. И она хочет на своем примере показать, что животные – это наши меньшие братья. Если бы каждый взял себе четвероногого друга, проблема решилась бы. И вообще сначала, прежде чем брать животное к себе, нужно понимать, сможешь ты его содержать, не сможешь ты его содержать. И потом, когда люди выкидывают этих животных на улицу, их станут все больше и больше. И опять они думают, давайте-ка мы перестреляем всех, потому что они мешают нам. А животные, они хотя и меньше нас, да, они глупее, может быть, нас слабее, нас. Это не значит, что мы имеем право распоряжаться их жизнями, в любом случае распоряжаться чьей-либо жизнью. Встреча с бродячей собакой в безлюдном месте пугает не только детей, но и взрослых. У этой проблемы две стороны. С одной, жалко несчастных животных, так как это живые существа. С другой стороны, бродячие собаки бывают агрессивны и заразны. На сегодняшний день эта проблема остается открытой. Алина Акбаева, Дмитрий Обрак, Владимир Ванюк, 5 канал.